Приветствую вас, аноним, давайте разберем вопрос, который вы задаете, точнее, точнее текст, не вопрос, вопрос вы, как раз таки, никакого не задаете, вот, что, естественно, не грустно, потому что, ну, кажется, стоило бы вам сформулировать вопрос. Какой-нибудь, вот, на дону, то есть, вот, что вы хотели бы спросить у психолога, вот. Я могу вам сказать, исходя из того, что вы написали, что вы, вот, в какой-то степени по отношению к машине, удивляетесь, ну, наверное, жертвой, здесь, по сетям, вот. То есть, ну, вы являетесь жертвой, ну, в этих отношениях. И, соответственно, очень-очень-очень важный момент заключается в том, что человек только по... по тому, что вы о нем, ну, судя по тому, что вы о нем пишете. Преследует свою достаточно четкую цель, достаточно четкая у него модель и линия поведения, вот. Но вас линия поведения не устраивает, но вы ее терпите, вот. Вы ее терпите, терпите. И крайне важно понять, вам, в первую очередь, для чего вы терпите. Ну, в том, что представляет любовь, ваша любовь к... ну, к человеку. И с чем она связана, эта любовь? Да, то есть вот, как она чувствуется любовь, я имею ввиду, как она проявляется, эта любовь, вот. Благодарю. То есть вообще, это очень... такая важная... составляющая. Дальше. Переживание. 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 Ну, вот. Переживание у человека. Тоже в такой достаточно важный момент с всем связанным. То, что вы за человека переживаете. Как получается так, что вы за человека переживаете. То есть, как это у вас отражается в форме, что на него нужно переживать. Ну, допустим. Ну, допустим. Вот. И так далее. И так далее. То есть, это такая важная достаточно вставляющая, там, разный момент, и на это нужно обратить вам свое внимание. Как мне кажется. Потому что это влияет. Вот. К сожалению. Потому что, ну, по факту, вы зависит от человека. Получается. 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 Дальше. А, значит, недавно у него была листья. Операция месяц назад. Теперь сидит дома на больнице. Все это время ездил к нему. Типа, живем три дня у него. Месяц его мамы вот на комнате квартиры. Часто дня у себя. Так как у меня есть дочь от первого брака. Ну, во-первых. Насчет брака. Насчет дочери. Я вам, конечно, соответствую, что вам не получилось построить отношения. Вот. Ну, первый брак не получилось. Но для меня как для психолога что-то выглядит таким образом, что вы продолжаете повторять негативный сценарий. Сценарий. Негативный сценарий своего поведения. Вы продолжаете его повторять. Вот. Вы продолжаете действовать каким-то вот таким образом, что, ну, мужчина, в частности, да, вас использует. Вы продолжаете действовать каким-то образом. Что вы несчастны опять, что у вас не складываются отношения опять с мужчиной уже старыми. И здесь очевидно есть некие элементы сценарного поведения. То есть поведения, при котором вы в один и тот же момент времени совершаете одни и те же негативные действия, которые вам вредят. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Дальше. Значит. «Сегодня я поняла, что устала так жить». Как мы устали? Как конкретно вы устали жить? Давайте постараемся разобраться с этим, как конкретно вы стали жить, что вы делали через силу, если вы стали так жить, как вы говорите. Это всё очень важный момент, потому что получается, что вы жертвовали сами, жертвовали, 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 теперь наверно выясняется, что вы стали. Вот. Понятно? Какая штука. Нет. С одной стороны, ничего страшного в том, что вы стали. С одной стороны. Но, с другой стороны, ведь тот факт, что вы стали, означает, что вы относитесь к себе, ну, как минимум, очень пренебрежительно, что вы игнорируете свои, ну, свои желания, что вы игнорируете свои чувства, что вы игнорируете свои потребности, что вы игнорируете это всё. Понимаете? Какая штука. И у этого есть причины, наверное. То есть есть причины, по которым вы можете это делать, есть причины, по которым вы можете так себя вести, есть причины. Понимаете? Какая штука. Вот. И, собственно, их, эти причины, нужно отобрать. Нужно рассмотреть. Как вы пришли к тому, что, вот, значит, твёрто. Как вы пришли к тому, что вы, значит, вам, вот, тяжело, просто, вам, по факту, надоело жить вот так, как вы живёте. Это очень важный момент. Потому что, ну, вообще, оно очевидно, да, что вы, значит, себя игнорируете, вот, игнорируете то, что вам ценно, важно и так далее. А потом получается, что вы расплачиваетесь, и люди расплачиваются, окружающие вас, значит, этим, что вы устали. Ну, я просто не думал, что это, что ВФМ, вам что-то даст хорошего, к сожалению. Дальше идём. Дальше идём. Ну, что-то. Сказал я ему, он, не люблю тебя, терпись, ты наладишь, строку не выходя от меня. И как вы это восприняли? С моей стороны, все родственники против свадьбы. Родители, казалось бы, нет, она будет. А почему они против? С чем это связано, что они против? Как вам и воспринимается тот факт, что они против, ну, родители ваши, я имею в виду? Что-то, если влияет это на вас, не влияет это на вас. Если это на вас влияет, то как это на вас влияет? То есть это вот то, что нужно изучить. Вам, как минимум, то, что нужно поисследовать. Это важно. Так, я прощу вас ехать от мамы, снимать квартиру и жить сейчас. Задим к коронавирусу, на автобусе не ходят, стоя на стоянке. Маа здоровка плачался, он подгоняет девичто или приходит на такси, за такси плачет сама. Вон даст время четыре раза, обидно и ужасно. Ну, вы знаете, если вы вот прям спросите меня про эту, ну, про эту ситуацию, да? Если вы спросите меня, то я, наверное, сказал бы, что вам нужно разобраться в ВСП, наверное, в первую очередь в своих чувствах. Вот, потому что прям на сегодняшний день мне кажется, что вы не очень хорошо понимаете вообще, что вам нужно и что вам обидно и так далее. Вот, мне так, по крайней мере, это кажется, мне так это видится. Потому что все-таки обида – это вот история про не сбившиеся ожидания. Обида – это история про то, как не сбылось то, что, ну, вот то, что я хотел, например. Но это обида, вот это, в этом контексте можно говорить про обиду. Но, что вы ожидали и на что вы рассчитывались здесь, в данном, в данном конкретном случае, в данной конкретной ситуации, не совсем понятно. Вы не говорите, например, о том, что мужчина, не, не а, что мужчина, там, навел себя, навел себя, навел себя как-то, ну, по-другому и так далее. Вот, да, то есть с этого вы ничего не говорите, не говорите по сути. Вот. А в том, как это достаточно важно. Вот. Обида – это по всему счёту не обратные ожидания. Вот. Обида – это то, в чём человек нуждается. Вот. Это вот обида, если мы говорим про обида. Обида – это, ну, такой вот способ человека манипулировать другими в той или иной степени, с той или иной степенью осознанности, с той или иной степенью сознательности и так далее. Вот. То есть это привычный такой способ, да, привычная такая модель получения для того, что вы хотите. Вот. И, ну, это другой вопрос, что это далеко не всегда работает. Вот. Понимаете? То есть это вопрос в том, что это далеко не всегда работает, далеко не всегда получается это так, как вам хочется. К сожалению. Поэтому очень важно именно от обид какого-то, чего-то такого вот, знаете, совершенно лишнего, да, совершенно лишнего, совершенно ненужного. А, ибо в том, да, ибо в этом, вот, там есть. Ну, все хорошо, лагаться в эту неополист, все хорошо лагаться в эту норму, в принципе. Вот. Вот, к сожалению, к сожалению, вот, ага, такая вот такая, вот, такой вот момент, где есть такая важная деталь, и есть. А вот, это, собственно, то, что можно вам сказать, то, что можно вам ответить. И как бы в этой ситуации вы оказались, ну, я понимаю, я понимаю, как вы оказались в этой ситуации. То есть, ну, в том смысле, что я понимаю, что, может быть, вы нас тут надеялись, может быть, вы нас дорассчитывали. Ну, вот, но, правда заключается в том, что сейчас вам нужно от этого отходить. Правда заключается, к сожалению, в этом. Вот, и правда заключается в том, что вам нужно думать больше о себе, вот. Переставлять, переставлять находиться в таком, в такой позиции жертвы, как это, ну, вот, сейчас у вас происходит. Да? Вы сейчас жертвы. К сожалению, к сожалению, к большому, вот, моему, к сожалению, вы выглядите как жертвы сейчас. Вот, и ничего хорошего для вас в этом не будет, ничего хорошего для вас в этом нет, и быть, и быть, в принципе, не может. Вот, вот, ну, вы уже, там, постарайтесь сами решить, в чем вы нуждаетесь, да? То есть, отначально, отначально, вот, то, на что нужно обратить внимание, да? Это вот, то, что вы хотите, в принципе, в целом, вообще, что мне нужно? Это первое. На что вам нужно обратить внимание? Это первое. Ну, чем я нуждаю? Чего я хочу? Хочу. Второе. 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 Что это? Значит, вынимаю ли я, вынимаю ли я соответствующего положения, вот, в отношениях. То есть, какое мое положение в отношениях, вообще, то ли я занимаю место в отношениях, которые я хочу, или нет. Потом, у меня есть об этом. Так, вот. Я хочу, конечно, буквально, выяснить, что, вернее, выясняю вас. Вот, это было очень важный момент. С темой, каких-то, как-то, я, как-то, я, например, для вас. что я хочу сказать. И, соответственно, если вы устали, если вы устали сейчас, как вы говорите, то я устал, то я чувствую, что я так больше не могу, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Вот, ну это связано именно с тем, что мы много вещей, очень много вещей, мы делали через силу, очень много вещей делали через силу. И, соответственно, вот вам нужно понять для себя, как я прихожу к тому, чтобы делать вот какие-то вещи через силу. То есть, ну, почему я это делаю через силу, например. Это правильно. Опять. А вот, вот, в принципе, такая история. Здесь вот, в принципе, такой момент. Тут я надеюсь, что вам это было полезно. Вот, ну, помните, что мы с синей, с мамой по тебе, да, что ли, что ли, менять? Никакого вообще не помните. А вот, совсем. То есть, его все устраивает. Вот, мужчины, вообще, мы существа, знаете, такие, такие достаточно ленивые. Вот, и чтобы мы, там, вот, что-то сделали, это нужно очень, ну, достаточно серьезная мотивация на мотивация. В общем-то, ну, для нас достаточно серьезная мотивация. Вот. Вы мужчину своего менять не мотивируете, если вы согласны терпеть, да, если вы, ну, готовы терпеть, например, да, если вы готовы терпеть, вот, то, соответственно, ну, в таком случае, почему бы не потерпеть, вот, если вы готовы потерпеть. То есть, то есть это вот, история здесь, она совершенно однозначно, на мой взгляд, и вам нужно, так сказать, вот, в этом, в этом направлении, подумать, что если вы хотите, чтобы ваши отношения добивались, вот, если вам этого хочется, вот, то в таком случае вам необходимо подумать, как человека можно, грубо говоря, за мотивировать, за мотивировать, за мотивировать на то, чтобы что-то сделать, за мотивировать на то, чтобы на что-то, как-то вот, так-так-так, да? Вот и соответственно, 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 тогда ваша проблема, вероятнее всего, будет решена, вероятнее всего. Я бы сказал, что у вас есть некоторые, вот, некоторые трудности с самооценкой, вот, потому что, ну, вы и переживаете вы человека, да, достаточно, как-то сильно и в целом ведете себя, как, ну, как человек, который, может быть, не слишком уверен в себе, да, не слишком уверен в своей ценности, потому что, если мужчина свои интересы отстаивает, да, в отношениях, то вы это делаете очень робко, очень-очень слабо, вот, довольно пассивно, ну, как будто, знаете, не уверен в это делать, в это делать. А, вот, к сожалению, большому моему, вот, поэтому тут, конечно, проблематическая она вот такая, проблематическая она такого плана. Вот, это то, что я могу вам сказать сейчас, исходя из, исходя из того, что вы написали, ну, исходя из того, что вы написали, исходя из того, что вы описываете. Вот, 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 в принципе, наверное, наверное, так, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Сейчас вам движет неопределенность, потому что, если у меня ощущение такое, будто бы сами вы не знаете, в каком, собственно, направлении вам двигаться, да, куда вам идти, вот, именно куда идти, вы не знаете. И это, конечно, даёт мужчине некоторые привилегии в отношении вас, потому что можно... Ну, можно... По сути, манипулировать... Вами. Вами. Можно... Как-то вот управлять вами, да? Вот. И... Вами. Вот. Вот. Ну... В целом, если вы склонны себе не доверять, то это может стать ещё одной частью. ещё одним направлением работы с вами. То есть... Работы направлены, как раз таки, на то, чтобы вы могли, умели, хотели, вот, себе доверять. Ну, там уже другой вопрос. Получается это или нет у вас, так? Другой вопрос, потом уже, конечно. Вот. Ну... Тем не менее. Тем не менее. Вот. Поэтому я думаю, что ориентироваться вам нужно на эти вещи, я думаю, что надо смотреть вам туда. Сюда. Вот. А... Изучите, пожалуйста, треугольные карпаны обязательно, чтобы... А... А... Примерно понимать, а... 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 Что делать надо дальше. А... Вот. Вам. и чтобы знать, а... И чтобы знать, а... 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 Какие действия... предпринимать, чтобы отдавать себе отчет в том, куда стремиться. Чтобы отдавать себе отчет, как действовать вам в следующих моментах. Чем увереннее вы будете в себе, тем больше шансов на то, что вы в итоге можете получить то, что вам нужно. Ну, в принципе, я думаю, на этом можно закончить. Ну, я надеюсь только на то, что вы разберетесь в себе. Я надеюсь, что вы разберетесь в том, что слайм происходит. И, соответственно, мы сможем вам помочь. Вот так, в принципе, я думаю, можно ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Обращайтесь, если будет нужна помощь. Всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok